Субтитры создавал DimaTorzok После дальних поездок мы выезжаем, например, неделями, месяцами, потом приезжаем обратно. Такое чувство, что все равно родной край, все равно любимый. Хоть как бы там хорошо ни было, но все равно дома лучше. Я в Монголе учился. Я, оказывается, истосковался по березе. Вот увидев березу, это для меня было очень большое счастье. Как маленько надо человеку просто увидеть березу. Я решил так, что птичка вьет свое гнездо водо. В одном месте я также буду по этому принципу и работать. Поэтому 31 год проработал на Агинской земле. Она мне стала милой, дорогой, потому что каждый уголочек мне пришлось пройти. Субтитры создавал DimaTorzok В каждом народе есть свои особенности. Вот, например, борьба идет. Это тоже один из элементов воспитания, может быть, для нашего народа. Ибо у нас в народе вот эта вольная борьба, вообще она борьба, конные скачки, значит, стрелба из луков. Кто же воспитывающее значение имеет? С детского возраста нас приучают родители к тому, чтобы мы обращались к своим родителям на вы, к старшим на вы. Ибо это все. Какой привет, такой ответ. Если вот чисто по-бурецки, это слово «та». Вот я, Батар Батуичу, обращаюсь «та». Вот так он старше меня. Надо бы на пару лет старше ему на вы обращать. Наша школа, вот эта спортивная школа детская, существует 10 лет с 89-го года. Но за эти 10 лет со всей нашей школы вышли 7 человек, выполненные нормативы мастера спорта международного класса. Участник Олимпийских игр есть, 8-9-6-го года в Атланте по стрельбе из лука. Есть серебряный призер, первенство мировых среди молодежи по вольной борьбе. Чемпион Европы по вольной борьбе есть. Это тоже есть национальная особенность. Вот одно село, возьмите, население 2000 человек. В одном из селей около 50 мастеров спорта. Дальше то, что он готовится ехать в Мексику. Там на отборочный турнир, чтобы ехать в Сиднее на Олимпийские игры. И он приезжает сюда, чтобы выступить за свое село, защитить в честь своего села. А потом уже ехать туда. Но мы объяснить это никак не можем, потому что это, видимо, заложено генами. Я не знаю, как было. Генами, конечно. Это результат воспитания, опять же. Это результат воспитания, то, что с малых лет его воспитывают любовь к родине, к малой родине, уважение к старшим. Значит, коль старейшины села, значит, руководители села, народ просит, они приезжают. Не ради призов, не ради славы, а ради своей родины. Песню написала я около 60 лет. В основном у меня лирические песни про мать, про отца, ну, про будущее, может быть, про любовь есть. Не хватает бурятских детских песен, поэтому я работаю над детскими песнями. Действительно, в последнее время очень трудно с репертуаром, когда с детьми работаем, поэтому я решила писать для детей. И думаю, мечта моя сбудется. Выпустим сборник всеми усилиями. Этот сборник пойдет, наверное, во все школы округа, как учебный материал. Мы выросли в одном селе, учились в одной школе. С шестого класса начали дружить. На третьем курсе замуж вышла. Он дома ждал. Я там училась. Надо было торопиться к нему, быстрее отучиться. Так-то после учебы предлагали поступить в консерваторию в Новосибирск. Но мне, наверное, захотелось домой. Вот так живем. Счастливо, дружно. Трое детей. Будет спортивный лук собирается. Так. Семья моего мужа все стреляют из лука. Я попала в такую семью, где всей семьей команду составляют. И я в том числе попадаю в их число. Но в первый раз, когда я пришла на секцию, я вообще не смогла натянуть лук. Вообще сил не хватило. Даже ученический лук не смогла. Потом я начала заниматься, бегать. Всякой зарядкой занималась. Потом... У нас до сих пор имеются эти места, имеющие связь с десаном. Вот на левом берегу реки Анон имеется у нас камень-котел, которым мы называем чаши Чингисхана. Того он шулун. То, что это будто воины Чингисхана пришли на Анон. В чаши они варили пищу для своих, что ли, воинов. И обычно эти воины использовали вот такой лук. Вот один из, что ли, старинных бурятских луков, значит, так можно говорить, древних луков, который сделан, вручную сделан. Вот он склеенный, вот эти вот как раз сделаны плечи, они склеены на клею, крепком, прочном. Значит, так, с Чингисханом у нас много имеется таких, что ли, до сих пор легенд, которые передаются как будто из поколения в поколение. Ну, во-первых, родина Чингисхана находится вот на территории нашей области, и нашего Агинского бурятского автономного округа. Родился он на острове, вдаль он был док. Много версий имеется захоронения Чингисхана. Одна из версий является то, что захоронение произошло на Аноне. Анон отвели, русло отвели в сторону, и там вот прямо в русло захоронили Анон, а потом обратно его запустили на данное же место, старое русло. Но когда целая процедура уже была, значит, так много было воинов, и воины вот этого первого, второго, третьего порядка до друга убивали. Поэтому историю, конечно, никто и не знает, где это место захоронили. Субтитры создавал DimaTorzok Наш говр, диалет, немного отличается от агинских бурят. Нас называют хамниранами. Мы основно выходцы из Монголии. Потом идет Чингисхана, что ли? Вот так легенда идет. Вот этот головной убор называется торопша. И затем идет украшение из драгоценных камней. Буряты вообще почитали 9 драгоценных камней. Туда входит коралл, янтарь, бюрюза, серебро, золото. И вот это украшение. С одной стороны у шапки где-то 180 украшающих вот этих камней. Всего получается сколько это? Все женщины, как и мужчины, курили. Трубку носили за пазухой. Вот здесь есть специальный кармашек, но трубка-то она маленькая, мини-чурненькая была сравнительно с мужскими трубками. И вот огнев открывается, внутри есть и камушек, и часть чаги. И вот это берется чага, в общем быстро воспламеняется. И трутся, и огонь, пожалуйста, трубка готова. Трубку выкурил, потом чистим вот этой штучкой. В ушах чистим и зубочистка. А вот это игольница. Это открывается, сюда вставляется иголка с ниткой. А с этой стороны, с этой стороны, первая вот эта пинцетка для гигиены. А вот это нож. Раньше буряты носили нож женщины и мужчины. Вот так. Все это серебряное. Я руководила ансамблем ветеранов Анон уже 10 лет. У меня двое детей. Мы вообще семья учительская. Я бывшая учительница в географии. Но географию мало вела, вела английский язык. I am English. А, открывай. Крывай. Когда меня избрали в представитель полхоза, моя мама три вещи сказала. Первое, никого не сади в тюрьму и колхозно не ешь. И когда пожилые люди будут, если уйдут на тот свет, иди, обязательно присутствуют на похоронах. Вот я и соблюдал. Ну, первые полтора года мне было трудно. Очень трудно было. О, только эти помогали. Что? Вот эти три заповеди. О, я никого в тюрьму не садил. Был парит там. Где зерно, комбикорум. Я сам наказывал. Где-то шлепну, где и пощетинь дам, где как. Но люди знали, что он не посадит. Сам накажет на этом. И на этом и кончалось. Это весьма важно. Вот, допустим, Чабан, старик, ему 70-80 лет, ушел в Богу. Председатель приехал, дети, внуки, они же смотрят. О, они как рады. Председатель нашел время на похоронах нашей дедушки. О, вот это тоже много влияло. Но мы колхозный зомбар, ни килограмм мяса не брали мы. Все свое. Вот так и пошло, и пошло, и пошло. Подвек пилораму установил, столярную мастерскую. Стал отправлять на минеральную воду по 20 человек. Все, на кого-то и делать. Я беру машину, я говорю, езжайте, лечитесь. И стал кошаро строить. Дворец культуру построил, мэтэмэ. Это все легло на мои плечи. А потом я с начальством их не слушался, конечно, и я подал на конкурс в Курганской сверхозяйственной академии. Вот так я и прожил. Вот 33 года я работал здесь, на родине, а потом 20 лишним лет там, в Кургане. Преподавателем, потом доцентом и так далее, и так далее, и так далее. Там мы могли бы, там зарплата хорошая, скотство, земля своя, участок взяли. Детей нужно было, чтобы мои дети познакомились с своими родственниками. Они так бы там остались. Вот так. А это нежелательно. Хотя я русский человек, хотя я брусселый человек, но тем не менее, чтобы дети знали своих родственников. Мой отец казахского рода, кавалерист, его в 14-м году призвали на Первую мировую войну с племянниками. И он там воевал, копал окопы, все-все делал. Оттуда привез вот гамбургский лом, я берегу. Берегу, смотрите, как, как окость зеницы храню. И, что характерно, не надо затачивать, самозатачивающийся. Вот консервную банку, вот королевская сельдь, их кормили. В 1914 году, с Первой мировой войны, я берегу. И поэтому и лошадей держу, коня держу, чтобы не потерять казахский род казака. Вот я живу, вот так. Вот это я и берегу. И я по наследству своим сыновьям отдам. Вот это я и берегу. Так-то мы заучно знали друг друга давно, с школьных лет. Он учился в соседнем селе. А потом я начала здесь в Азагинске работать. Познакомились. Он мне сразу понравился. Он больше никаких отношений у нас не было. А потом, наверное, через полгода, где-то так, он пришел. А решил, не знаю, поближе, может, что находится. Нет, у меня такого не было, что надо жениться, не надо. Я вот такого встретил ее. Потом думаю, иначе время подошло, наверное. У меня подружки в Улан-Удэ, однокурсницы, одногруппницы моей. Я поехала в Улан-Удэ и сказала, что я замуж собираюсь за Ламу. Они такие, да, а зачем, говорит, за него выходишь? Разве, говорит, им можно жениться? Звучит музыка. В 91-м, как закончил среднюю школу, я поехал в областной центр наш, в филиал Иркутского института, в наркоз народного хозяйства. И поступал там. Это было у нас самое-таки модное, это стать экономистом-бухгалтером. Ну, туда такая волна такая. Я экзамен сдал, это все прошел, и потом сразу же уехал. Город, во-первых, это для меня давил, а во-вторых, бухгалтер это не для меня был. Ну, конечно, для нас это было, в общем, он школу кончил очень хорошо, какие-то учителя, какие-то надежды на него возлагали, что он, в общем, мы думали, что он так институт кончит у нас, будет какое-то светское образование получит, экономист или там. Но он резко все вдруг бросил, приехал домой, ну, решил, что мама, папа, я хочу вот идти в буддийскую школу. Раз подошел, я ему говорю, нет, второй раз подошел, потом на третий раз уже... Мать есть мать, она все равно, наверное, бы поддержала бы его, возможно, с первого раза бы. Но для меня это, конечно, было немножко непонятно, как это вдруг он так решил. Я не поверила сначала, честное слово, не поверила. Думала, может, просто пошутила, что она не будет. Потом ничего, привыкли. Конечно, я знаю, что некоторые ламы не женятся, дают обед вот такой, что вот они... Наш-то, мама говорит, я женюсь, у меня есть инвестор. И в 97-м году у нас была свадьба. Родился сейчас внук, так что мы все уже успокоились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Это традиционное жесть происходит на уровне диспута. Когда хлопают ладоши и спрашивают, значит, это для непосвященного человека довольно сложно понять. Там закрывает нижний мир, открывает верхний мир. И таким образом, значит, задаются вопросы. На этот вопрос он отвечает, да или нет. Если он хороший студент, он заводит его в тупик. И таким образом его побеждают. Это оттачивание мыслей. Диспуты ведутся на чужом для нас языке, на тибетском языке. Мы, будучи хоть в Монголии, хоть в Тибете, в Индии, значит, мы со всеми философами мы можем вести диспуты. Мы лучше взяли и той метро детей, лучше и западной метро детей. У нас есть цикл общеобразовательной дисциплины. Это философия, всемирная история, страноведение, психология, экология, информатика, основы экономической теории, право. После этого они получают звание бакалавра буддийских наук, потом получают магистр буддийских наук и потом доктор буддийской философии. Я считаю, любые регионы должны иметь свой духовный институт. Есть институты сельскохозяйственные, экономические, а духовных институтов, кстати, очень мало. И это в последнее время довольно много начали понимать, потому что окружающая среда довольно сильно загрязнена. Окружающий мир требует к себе очень хорошего отношения. Вот земля — это наша мать, мать — это наша богиня. И таким образом отношения к земле должны быть как матери. У тебя написало слово «мама». У тибетцев нет такого понятия, что просто «мама». Они с почтением относятся к своим родителям, и поэтому там это звучит «амалак». То есть «лак» — это добавление означает, что это с почтением, форма вежливости. Меня восхищает тот факт, что здесь нет домов престарелых, что нет детских домов. Если умирает кто-то из родителей, то ребенка, конечно же, заберут, скажем, родственники на воспитание. Я совершенно была шокирована тем фактом, что если семья бездетная, то им могут подарить ребенка из многодетной семьи. Это здесь повсеместно, понимаете? Вот, мне кажется, восточная мудрость, где тибетская медицина — очень сложный предмет, очень сложная наука. Но это стоит того. Я вижу, как толпы людей приходят к нашему учителю по медицине. Он же и доктор. Он работает перед отцами, там и живет. Толпы людей приходят, молятся перед ним и рассказывают о том, как он им помог. Безусловно, цель моя — освоить эту науку и помочь всем страждущим, которые, я надеюсь, не обращаться, как к доктору тибетской медицины. И наша самая главная задача нашего института — это понятие добра и зла. Человек должен учиться всю жизнь. Понимая добро и зло, ему будет, в этом человеке я буду уверен. Он никогда не переступит те нравственные критерии, за которыми определяется слово «зло». Субтитры создавал DimaTorzok Гусер — это самое-самое лучшее, по-моему, то, что есть у бурят, эпос. Гусер спускается с неба на землю, чтобы помочь простым людям, которые очень плохо живут, и с приходом Гусера все становится, жизнь становится лучше и краше. Тут сказывается такая сказка. Актеры у нас все, весь суткулейский народ, можно сказать. Суткулей все играют. Каждый первый встречный поет. Колхожники, домохозяйки и учителя тоже играют. Вы знаете, у нас окружной смотр проходил. Из округа 8 театров собрались, удивлялись, они уезжали, когда полный зал народу. А у нас зал большой-большой, и весь день сидели, смотрели. Этот смотр, любят театр. Все остальные театры ставят бытовые эти драмы, комедии. Но не нравится нам бытовая, такая бытовая драма. Мы исторически очень любим. Счастье и покой принес ты на родимую землю, сын мой, Абайга-сэр. По обычаю предков, по традиции старых времен, встречаем вас почетной молочной пищей. Примите от души. Художник чем пишет? Душой своей, наверное, так сказать, раскрывает людям. Но кто откровенно, а кто более сдержанно. Я, наверное, отношусь к таким сдержанным. Эта мать, правда, написала я ей после смерти, карандаш на меня рисунула. Она вечерами лет 80. Вечерами обычно сидит. Четки перебирает. А я сижу, рисую. Там кто-то пришел. Сижу, рисую, она смотрит так на меня. А что, чем ты занимаешься, интересно, так она... Ей не нравилось. Надо было тебе отдать в Хобураки, но время было другое. Куда отдать? В Хобураки, в ученике ламам. Третий сын должен был идти в Датсан. Такая была традиция. Нас-то было трое. Да больше было, конечно, померли уже. У матери-то человек восемь было. Остались трое сыновей, двое девушек. И вы третий? Ну, я последний. Вот я с ней остался. Бывает, иногда смотришь, а иногда не очень хочется смотреть. Бывает, ты стыдно был. Ну, так, смотри на тебя. А вон та картинка. Это молодых лет. Это, в общем-то, рассказ про мать. Вот она сидит. Это ее молодость. Это называется похоронка. Похоронку-то вручают не так, конечно, но в небуквальном смысле. Мать рассказывала, как она почувствовала одиночество страшное. Там с какого-то праздника, который со свадьей возвращался. И вот так, тоска так, говорит, взяла. Сколько лет-то прошло? Сорок. Что бы он мне про меня сказал? Да, думаю, не знаю. Может быть, тогда честолюбия было больше. Может, он сказал бы, эх ты, что ж ты так это? Сиделся на одном месте. Надо было заслуженным художником становиться, чего ты там. То ли республики, то ли России. Возможно. Ну, все, это ж типично для молодости. А сейчас я не очень печалюсь об этом. Ну, что это? Вы бы ему что сказали сейчас? Так, что молодец, что выучил. Хорошо, что взял все, что мог. В Ленинграде, да? В Питере. Маловато там пришлось учиться. Я хотел в академию там пойти. Ну, тут армия, воинская служба прервала. А потом уж после этого ее нельзя было оставить. Мать-то одну. Так, вот этот сундук мне досталось, как приданное от родителей, когда я выходила замуж. Вот такой сундук мы тоже делали своим дочерям. И в этом сундуке хранятся наши национальные одежды. Сундук. Для девушки, кроме сундука, внутреннее убранство юхты готовят. И плюс к этому сезонные одежды. Вплоть до десятка наименований сезонные одежды. Работы, парадные. Для дочери, когда выдаются замуж. Если мужчина родился, ты должен носить. В любом случае нож хороший. Ножнах. Жилище обустраивали. Жилище, значит, юрту делали. Шести стенку, восемь стенку. Шести стенку, восемь стенку, восемь стенку, восемь стенку. В Агинских уряд восемь родов. Имели восемь родов все свои родовые знамена. Родовые знамена были примерно разного цвета. Когда меня избирали, для меня, глава администрации района, для меня ювелиры сделали, проподнесли подарок. Вот это отличительная символика сословия. Вот это сделано из чистого серебра, позолочено и вокруг восемь камней. Восемь камней это по числу рода Агинских урядов. Кроме меня никто не имеет права вот это носить. Случилось, что я избранный народом человек, встал, как говорится, у верховья власти, в районе. Я должен иметь соответствующие атрибуты. Агинские уряды. Случилось, что я избранный народ. Когда буряты верующие поднимаются на эту гору священную, они пытаются свои грехи, все оставят там, на пороге, а сюда пройти чистым и безгрешным как бы. И каждый человек убирает камни, которые на тропинке перед ним. Этим они говорят, идя к этим воротам чистым, светлым, я оставлю все плохое, и все, какие преграды передо мной, пускай они тоже в сторону уйдут. Храм-ворота, они считаются природным храмом на земле святой. А Аханай, он считается одной из великих святынь буддизма. Я уже не разделяю, что я живу этим миром уже. Я домой прихожу, я ломой тоже остаюсь. А в Датане я остаюсь тем же сыном своих родителей. Мать все-таки это святое. А в буддизме, и вообще в учении сказано, что существует только три истины. Это твое рождение, твоя смерть и твои родители. А больше истинных нет. Агентский бурят, каждое утро проснувшись, им мать говорит, Высшее счастье – это знание. Среднее счастье – это дети. Нищее счастье – это богатство. Мы каждое утро молимся за возрождение. У нас ежедневно молебен проходит. А там каждое утро молимся за процветание России. В 18 веке наш великий ученый Агван Доржиев, дипломат, учитель Талилама XIII писал, «Именно Россия спасет человечество». А я этому верю, потому что мы пережили такие потрясения, потому что мы были голодными, холодными, брошенными. Все после этого приходит мудрость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Имете субтитры создавал DimaTorzok» «Имете субтитры создавал DimaTorzok» Сегодня белые ночи. Это самые замечательные дни нашего города. На улице много людей, огни рекламы, разник. А здесь, в дежурной части отделения милиции, идет рядовая повседневная работа. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Допуzie создавал DimaTorzok. Да. было никогда. Вот у вашей жены? Да. А то есть вы ее прописали к себе, да? Да. А, ну теперь уже понятнее. Я уговорил маму прописать ее к себе. Конфликт заложен изначально, он должен быть. Его не избежать. Он должен быть. Дай Бог, чтобы квартира этих прекрасных, полных надежд молодоженов никогда не взламывала милиция, чтобы в их личную жизнь никогда не пришлось вмешиваться участковому инспектору. Повернитесь, ребята, повернитесь! Здорово! Добрый день! Здравствуйте! Как у вас дела? Нормально. Отдыхаете? Спокойнее только тут было. А что случилось-то? Не знаю, на лестнице тоже человек. Ну, а именно что случилось? А, со мной? Это у меня в глубоких операциях. А что у вас случилось? Кто-то умер на лестнице, да? Да. А что это было такое? Кто умер на лестнице? Ну, старая, 79 лет. 15 мая день рождения. Вы ее знаете? Знаю, цыганка. А кто она откуда? Цыганка, да? Да, она жила, вот тот, вот там тоже мужик умер, а она без прописки ничего, бомж. И она это сама. Ясно. А вы сами работаете? Как вы живете? Картос собираем, бутылки. А кто у вас? Синяк под глазом, ноги больные, что у вас случилось? Да, это у меня, сказали, тропическая язва. Врачи приезжают тропическую. А по глазу вам кто дал? Да, было тут сделано. Ну, только не муж. А это муж там сидит? Ну, да, я с ним живу. С суперовкой. Да, я живу с ним, ну, уже много лет. А с бабушкой что случилось? Чебя даже вызвали, когда это, вызвали это, ну, врачей, там лежит человек там с рук. Они приехали, они говорят, а мы, говорит, бомжей нахуй не берем. И что, оставили ее? Оставили, а потом уже другие приехали. А кто ж потом забрал-то? Вот шкорая. А потом тут это... И нельзя ничего. Ну, не только понаехал ее. Ну, везде, да. Потом она умерла. А, вначале ей было... Она была еще живая. Живая, ее нельзя. Шкорая была, да. Вот дождь пошел, это было где-то часов в пять вечера. Ты, эта вот соседка, говорит, она вроде мертвая. Я, говорит, боюсь. Я бакую за пульс. Я говорю, точно вызывайте. Вот и приехали. Скажите, а вообще, как люди сейчас, много у меня за эти годы последние годы? Ну, вот, насколько я знаю, да. Вы часто сталкиваетесь? Вот здесь у нас, говорю, в прошлом году очень много, четверо было. По той лестнице вот, по ранним, прямо отлично. Или бабушки умерли. Угу. На той лестнице, вот, в подворотне, там тоже бабушка умерла. Вот у тети, там, умер этот какой-то племянник. И, вот, по-моему, уже года два как умерли. В общем, вот в этом дворе прямо смерть не за смертью. А? Вот здесь недавно тоже, вот, тоже подарки с парами. Тоже будешь год назад умер, буквально. У вас трое детей? Да. У меня трое детей. А где они? Да. Они еще в данный момент был маленький. А какой возраст? Маленький. Одному почти три годика, второму два годика пошли, третий годик. Вот в следующем месяце. А муж? Муж сидит. А почему дети у вас в доме? Ну, так получилось просто. Нет. Выясните, почему? Ну, они не отказные, ничего, дети. Я ни заявление писала, ничего. Вот эта соседка моя, Валя, она вроде как согласилась сидеть с ними. Что у нее произошло, что она вот в один прекрасный день выпила. Я буквально опоздала на 15 минут домой. На 15 минут, потому что я пришла, здесь уже была скорая. Вот Игорь Геннадьевич, участковый наш был. Инспектор была здесь у нас. И соседка с третьего этажа была. В прошлом году, перед Новым годом, данных детей вынуждены были отправить в больницу, так как матери дома не было. Дети находились побитые, были вшивые, не кормленные. Когда приехала скорая помощь и прибыл на ряд милиции, они просили есть и пить. То есть дети находились в ужасном состоянии. Ну, друзья, с тобой. Все, посадите. Вот это вы не котируете? Росеньики уйдят. Вы знаете, что информация идет, что вы ночью ходите и кражи совершаете? Ну, это хотя бы информация. Информация. На что же вы живете? Я живу, картон собирает. Да, картон собирает. А от вас я первый раз вижу такое. Я знаю человека, знаю как честного человека. Честный человек? Да. Вы освободились в каком году, честный человек? Честный человек? Честный человек. Четыре года, наверное. По какой статье освободились? По какой статье освободились? 1924 года. С 144 года. А освободились в каком году? Ну, я говорю, 4 года. 4 года, да? Через 2 года что-то? Да. Да, он освободился. Да, в случае, я не могу, что-то. я честный человек в данном случае мы проверяем их на судимость чтоб они не были в розыске не где-то у нас не существует проверка на немножко длительная так что не обращать внимание ул 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 а ну короче сосед бушует по головному делу проходит передо мной но передо мной не что случилось пришли вы набросил исходим из того что два дня не дай бра зашел послушаю друзья с тобой я хочу помыться подвести вот я работал меня защищать и этого пара желатом меня здесь толкает начали его толкать и заполнить в округе колоделом да я его пыталась оттуда вытащить смартфонка черву у него железо где твоя голову а зачем мне было этого не было ну как раз вот дрались два человека дрались не было есть было где-то в комнату затащили нет нет дрались вот ее задели мы пришли с работы вот вдвоем а ты кто муж и а мы пришли с работы вдвоем расскажите он 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 выписали перед кровью мужиков она меня ударила перед этим ножом просто так ударил ну ударила что рассказывать что у вас было тысячу лет назад ножом ударить сейчас доказать чтобы сейчас было то что они на раз втроем накинулись вот про и мужикой здесь было чего из-за чего из-за того что вот мы зашли и наталья здесь привезли к приличным также не прошу вестись и вот и все получилось драка почему у меня на меня набросили втроем на лара она она 2 года назад сидела на вас одного набросили страда николай не было очень комнате я вот я вот я пилот я был полный мой мужа топоро и отсюда завели в комнату мужа топоро и вообще сюда никто не заводил никто не знаю вообще не принялись не был здесь был я не мистер лицу вот я сейчас приехал никакой драки не видел здесь не было драки здесь не мудро и вообще не было что случилось то они втроем оттуда и она и вот мы николай здесь стоял всюду я вот так отпихивался вот так и было для нас так и осталось непонятно случилось ли здесь драка в эту ночь произошла ли она раньше или только предстоит ну-ка ну да мы м да 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Другая работа Другая работа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok По данным источников, первоисточников Примерно 100% чая, который поступал в Россию из Китая поступал именно через кяхту Для того, чтобы провести одновременно одну партию чая пригонялось до 5000 лошадей Вот представьте себе, какие были объемы партии поставки чая здесь в кяхте Ну и, естественно, торговля, чайная торговля дала толчок развитию кярты и всех сопутствующих ремесел в кярте. От Ханькова, где, в общем-то, как бы центр производства чая, это Южный Китай, до кярты чай шел 6-8 месяцев. И чай шел в очень хороших упаковках, вот в таких вот цибиках шел чай, цибик, это такие вот ящики. Здесь я вам могу показать коробочку, такой вот внутри, в общем-то, сейчас для нас довольно-таки странно, почему-то цинковые пластины вот здесь вот представлены, и внутри выстилана бумага. То есть байховый чай засыпался в такие вот цинковые ящики, устиланной бумагой, укладывался в такие вот камышовые цибики, но это очень маленький цибик, а вообще-то цибики были довольно-таки большие по размерам. Сверху все это закрывалось, и, кроме этого, еще и завязывалось бамбуковыми листьями. Чай также поступал вот в таких вот красивых емкостях, это тоже суп-байховый чай. Ну, а чай был очень дорогой, если на месте покупки цена чая одного фунта доходила 20-30 копеек за фунт, то уже на Ербицкой ярмарке или потом уже на Нижегородской ярмарке цена чая возрастала до 2,5 рублей серебром. У самого рая и моя Маша, в прикуску чай пить будем до утра. Ввиду большой цены на этот чай, простое население вообще-то мало им пользовалось, и поэтому тогда решили ввозить еще и совершенно другую форму. Это кирпичные чаи, вот здесь вот большой кирпич, таких вот кирпичей в цибики укладывали до 70 листов таких вот, перекладывали. Довольно-таки большие ящики или вот такие вот плиточные чаи, видите, здесь вот насколько красиво, видите, форма-то была, плиточные чаи. Или вот такими вот головками завозили чай. Торговля была меновой, то есть обменились товар на товар, как бы мы сейчас сказали, бартер. После того, как в 1728 году Сава Рагузинский заложил Кяхтинскую крепосту для того, чтобы осуществлять непосредственно торговлю, китайцы строили свой город. Май-Мачин, что в переводе на русский язык означает торговый город или город торговли имена. Той границы, которой, в общем-то, сейчас существует колючие проволок и контрольно-следовательность полоса нейтрально, в то время не было. Между этими двумя городами, в общем-то, было всего лишь 250 метров. Когда в Монголии начались революционные события, в 21-м году, когда армия Сухобатор подошла к городу, окружила его, китайцы этот город подожгли. ПЕСНЯ 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 Это чудное село, я всегда горжусь этим селом. Столько здесь прекрасных людей, столько труженьков, столько прекрасно грамотных у нас. Вы знаете, какие таланты, у нас ведь есть писатель, у нас вышли все председатели колхоза, это нам мы семейские, поймите. ПЕСНЯ Катерина-то нас высылала на умирание. Но народ-то крепкий, стойкий, мы-то выжили, выжили. Да раскалчивали, наверное, все. И вот и пошли семьями. И, наверное, я думаю, что это все-таки труд. Видимо, все-таки закаленный труд. И сослали нас сюда, за Байкал. А вот я примерно, наша семья состояла. У нас 8 детей было у матери. Отца взяли. И мы все 8. Я не знаю, как мы жили. Это был 1937 год. И по 1947 год мы были самым старше. Старше было 16 лет. И вот как мы жили, как мы выжили, это, конечно, страшное дело. Ага. Дедушка был уставшек, его расстреляли в 1933 году. Ага. Отец отсидел, если пришел. Ну вот, и так мы выжили. И так мы все вот в этом нашем родном куналии. Здесь, в Бурятии, старообряд называют семейские, потому что вот высылали их семьями. И раз их семьями высылали, то это название так и сохранилось, что семьями высланы и назвали их семейские, то есть старообряд. А вы сами старообрядец изначально? Да, старообрядец. Но я не родился в Бурятии. Я родился на Урале, в Свердловской области. И там тоже старообрядцы очень сильно распространены. И вот как-то к вере меня привела бабушка, которая постоянно ездит на службу. И как-то раз случилось так, что она и меня с собой взяла. И вот это как-то потом постепенно, постепенно стало все более интересно, стал посещать службы. А потом возникло желание, что как-то быть более грамотным в церковном плане. Поэтому я поехал дальше учиться. И есть такие деревни, есть такие села, где старообрядцы буквально молятся при свечах. Вот так вот книги читают со свечками. То есть прямо такие, как их называют еще иногда, кондовые, что как самые такие крепкие, самые устоявшиеся. Вот эта книга называется «Учительное Евангелие». Характерна она тем, что она рукописная книга, которая написана от руки полностью вся. Вот несмотря на большой объем, несмотря на огромное количество страниц, книга написана очень аккуратненько, ровненько, ни одной помарочке, что характерно показывает отношение человека к вере, к этим богослужебным книгам, к этим святыням. Эта книга певчая называется «Октай» в переводе с греческого «Осьмигласник». На восемь гласов есть песнопение в старообрячестве. И вот здесь все восемь воскресных служб расписаны. Расписаны не просто нотами, как сейчас это принято, а расписаны знаменами. А вы можете петь по этой книге? Да, конечно. Нас учили этому. Ну, я, конечно, не сказать, что хорошо пою, но более-менее. Вот так. Можете сейчас? Да, давайте. Вот она самая коротенькая. И быстрее всего получится. Поется на литургии в воскресенье, когда бывает второй глаз. Гласти приносим разбойничь и молимся, Помяни нас, Господи, во царстве и своем. Ну, примерно так. Бывает, конечно, лучше, но, сами знаете, невозможно все знать одновременно. А что вдруг вы взяли и создали такой хор? А мы вот как-то, ну, само, видимо, по себе у нас гена вложена. Пели родители. А после родителей как-то все передавалось. И вот, знаете, что мы объехали все-таки и во Франции были, и в Голландии, и в Америке были. И всем-то вот, знаете, мне особенно запомнилась, конечно, Франция. Там наши эмигранты, ага, ведь они столько лет там живут, а вот мы, если где-то концерты, есть концерты, мы в Париже только, ага. И вот, знаете, вот они садились, они плакали. Вот, кто любит песню, вот, по-настоящему, почувствовали Русь, все равно матушка Русь, ага. Сибирь. Ах, бывало, запою, целую не выдаю, а теперь куда-то валю, жизнь веселую мою. Оп, 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 опа. Все, наверное. Ах, бывало, все, наверное. Вот полотна создается чистой минеральной краской. Они не гуашевые, не темперные, не химия. Вот это малахит, из него пять цветов, тонов получается. Темный, светлый, совсем светлый. И трется малахит. Ну, малахит, а сейчас промышленной добычи нету. Мы покупаем в песках оживление, скульптуру, пепельницу. И талучом и делается. А эти продавцы прямо открытыми глазами спрашивают, почему вы столько много покупаете. Я говорю, завтра подражание. Они прямо чуть не прячут. Я говорю, шучу, тут из этого талучом краски делаем. Ну, вот это красный свет, местности вода. Там, на бугре, находим третцу ручную. Плохой художник, все запачканы в красках. Я молодость в детстве специально кое-где мазал, чтобы люди посмотрели, сказали, художник. Это слава для меня уже по сердцу. Мягкие кисточки, колонковые кисточки проводили. Городился. Я потомственный золотокузнец. Я малых лет мечтал, чтобы не стало возродить имя Дугара Кузнеца. Мой отец, расстрелянный в 1937 году. Колхозный кузнец. Дед наш, Джигжит, был золотокузнецом. Прадед за 1 год тоже они были. Делали все, то, что необходимо в лусах. Лук, саню, тележку, легкую тележку. И светло с бруей, серебром украшенные. И женское украшение, мужское украшение ножей. И все это доступно было. После революции, ну то, что старое, все, подошвы стало. Современные, золобало, это как свеча. Вот так говорили. А современцы хотели, и получилось, что все от корня ушли, оторвались. И корни не знаем, язык утеряли, фольклор утеряли, рукоделие такой богатый утеряли. Все то, что было у бурятского народа. Даже запрет бурят-монгол назывались. Зачем? Пусть лучше бурят будет. Вовсе бурятская одежда одевать. Это кикимора. Заново приходится все возрождать, возрождать, возрождать. Вот это важно. Вот это минеральная краска и танк возродить. Роспись реставрации досанов, роспись досанов и сундуки и прочее. Для меня высший стимул. Если табуни лошадей рождаются от гамак, способные выиграть любую скачку, то начинают процветать все виды животных, включая и диких животных. Если среди людей рождается человек с признаками святого человека или бодисаттвы, то среди людей начинает распространяться именно благое учение. Если среди женщин рождается девушка с признаками богини, то увеличивается род плитской. И в этом, наверное, есть глубокая истина, ибо каждая семья мечтает, чтобы у них, среди них, родились от сыновья, бодисаттвы, дочери, токини, а среди животного мира родился кончин домами или конь драгоценности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok